всем привет с вами mailstorm и сегодня я записываю очередную часть своего влога посвящена она будет конечно же киев мейджору и киберспорту в целом давайте сразу перейдем к тому о чем я хотел поговорить а конкретно вот этой вот обычный совершенно новости о том что валв переименовала команда в зимнем боевом пропуске если посмотреть на каждую из этих новостей в отдельности то казалось бы ничего такого и не произошло wings поссорились со своей организации и вышли из состава став тим рендом об этом под подробнее можно поговорить но я честно говоря не вижу в этом никакого смысла в данном влоге от финном были подписаны mouse sports возможно только на один турнир и совершенно логично выглядит то что решили переименоваться честно говоря по-другому даже и представить невозможно в реалиях данного трансфера дисси скорее всего вышли из состава организации стали thunderbirds а тимоникс воспользовавшись ситуацией были подписаны дисси и виноватых здесь особо нету все ситуации весьма понятные все ситуации весьма прозрачные ну настолько насколько это может быть да мы узнаем какие-то подробности о винкс одессе но все это не так важное влог то в целом не об этом а влог о том что я часто критикую последнее время организаторов турниров за то что они слишком поздно что-то анонсируют или о чем-то думают слишком мало на мой взгляд слишком необдуманные решения принимают но в данной ситуации я хотел скорее оправдать организаторов ведь посмотрите заложниками какой ситуации они стали им придется сейчас переименовывать четверть команд участвующих на турнире да это все те же 20 игроков но тем не менее и особого другого какого-то выхода я даже не вижу из данной ситуации и хорошо если для организаторов это не будет большой проблемой но представьте что вов очень серьезно соберутся вложиться в продакшн и сделать под каждую команду какое-то очень крутое интро как например было на эпицентре в том году или сделать какое-то визуальное шоу представляете насколько тяжело будет все переделать за четыре дня за шесть дней до начала турнира ведь это очень мало времени понятное дело что валв имеют контакты с командами могут как-то их попросить или как-то их предупредить но если мы возьмем какой-то менее крупную организацию которые не так хорошо налаженные связи с командами то они могут стать заложниками в еще большем масштабе и честно говоря как найти выход из этой ситуации я особо не вижу потому что ситуация она обыденная во всяком случае для доты я знаю что в лиге легенд системы несколько строже но в ней есть плюсы наверняка есть свои минусы я знаю что в контер страйке ситуация примерно такая же в других дисциплинах честно говоря даже и понятия не имею если там такое мы уже сделали шаг далеко вперед от того момента когда на турнир приезжали не совсем те игроки которые играли отборочные мы ушли от огромных задержек но вот такие ситуации они остаются и казалось бы безобидный взгляд на первые безобидные на первый взгляд ситуации они на самом деле гораздо сильнее мешают чем может показаться это создает огромные трудности и я сейчас говорю даже не только о продакшене ну вот такой небольшой пример вич и гейминг подписали чуаня чуан играет какие-то матчи а какие-то матчи вместо него играет менеджер но некоторые матчи чуань играет с аккаунта менеджера и как моим коллегам комментатором в этом разобраться не имея непосредственной связи не представляется возможным даже сделав запрос ты можешь не получить ответ во время матча это все ну пусть не так сильно но бьет по качеству трансляций вот такие переименования они бьют и по качеству и по имиджу киберспорта и соответственно по по организаторам в целом вот будь я на месте организаторов видя подобную ситуацию я бы очень аккуратно относился к подготовке к к подготовке продакшена турнира я бы не хотел вкладываться в то чтобы сделать какой-то нереальный крутой продакшен зная что одна команда может сменить свое название а зная что это сделать могут четверть команд на турнире ну извините ситуации в которой нет виноватых но ситуации в которой плохо всем я бы назвал ее так всем спасибо за просмотр